Помимо текущих вопросов о ремонте дорог, о бюджете поселения, на очередном совете депутатов города рассматривался очень важный вопрос о программе развития застроенной территории. Мнения депутатов по данному вопросу сильно разделились. К чему же они пришли в итоге, узнаете из нашего следующего сюжета. На днях состоялось пятое заседание городского совета депутатов. В начале мероприятия председатель совета Алексей Митрюшин вручил его членам нагрудный знак депутата, подтверждающий признание официального статуса. Далее депутаты приступили к обсуждению важных вопросов. Заместитель главы администрации городского поселения Видное Фёдор Бондаренко в своём выступлении давал пояснение по вопросам о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 14 ноября 2012 года о бюджете городского поселения Видное на текущий год. Об утверждении дополнительного перечня имущества, расположенного на территории города. Здесь шла речь о дороге по улице Берёзовая и о трёх участках дорог в промзоне, которые сейчас имеют статус «бесхозяйных». В ходе заседания депутаты проголосовали за такое важное решение, как создание муниципального дорожного фонда городского поселения Видное. Основная цель которого – обеспечение возможности получения субсидий от Московской области на осуществление ремонта дорог и дорожных сооружений. Мы будем прорабатывать заинтересованными хозяйствующими субъектами этот вопрос с тем, чтобы заключить соглашение о возможности внесения дополнительных финансовых средств в дорожный фонд, который мы сегодня также должны будем создать. Поскольку положение на дорожном фонде предусмотрено, как один из источников финансирования, добровольное пожертвование на пополнение дорожного фонда юридических и физических лиц. На повестку дня был вынесен вопрос о том, что делать с программой комплексного развития застроенной территории городского поселения Видное, согласно которой должны быть застроены рекреационные зоны города, в том числе и Тимоховский овраг. Программа была принята предыдущим созывом Совета депутатов 20 октября 2011 года. Но, как известно, благодаря активной позиции жителей, губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, вместо застройки рекреационных зон там создается Тимоховский парк. Границы нового парка были определены в правительстве Московской области трехсторонним соглашением. Теперь в связи с прошедшими событиями Совету депутатов потребовалось решить, что делать с несостоявшейся программой. Мы подготовили обращение в Совет депутатов, я имею в виду мы, администрация поселения, с тем, чтобы внести изменения в действующую программу комплексного развития застроенных территорий. Эти изменения касаются в основном тех изменений показателей, которые уменьшаются со 150 до 50 тысяч квадратных метров. Мы подробно обсудили, какова планируемая территория, рассматриваемая под развитие. Кроме названного депутатам было предложено еще два варианта решения. Это отмена программы или компромиссное решение, внесение изменений в существующую программу, чтобы она соответствовала законодательству и предписаниям главы архитектуры Московской области. Большинством голосов был принят первый вариант. Совет депутатов разрешил застройку рекреационной зоны города вместо создания второй очереди Тимоховского парка.